Сегодня рядом с нами присутствует Елена Лукна-Рухлина, известный правозащитник, известный политик, общественный деятель. Елена, скажите, пожалуйста, как Вы считаете перенос поправок, голосование по поправкам за, против? Кому от этого лучше он будет? Ваше мнение. Да, эти поправки, понимаете, что это вот такое страшное разводилово, это такое страшное унижение народа на самом деле, что даже те, которые никогда не подключались к бойкоту, были оскорблены. И вот, наконец-то, выразили свое мнение, что категорически вообще вот это, вот это вот, это даже не подачка, это вот загон скота для того, чтобы он замазался, понимаете, в грязи. Вот мы замазались, а вы нас поддержите, постфактам замажьтесь. Из-за этого вот, как бы, ну да, они перенесли сейчас за коронавирусом, народ вообще уже забудет о том, что Путин там на себя корону надел, понимаете? Будет думать, как выживать и как в панике вот в этой день себя находить. Вы занимаетесь вопросом по поводу заключенных, да? Помогаете им, как можете? Ну, как могу, сейчас, наверное, будет все хуже, тяжелее будет помогать. Вот как вы охарактеризуете то, что на недавнем брифинге в МВД, где присутствовал Путин, было объявлено официально, что у нас каждое второе преступление сегодня не раскрыто. То есть, они сами себя периодически разоблачают и сами подтверждают ему статистику. И круче были заявления на самом деле, что 20% сидят незаконно осужденных, неправильно осужденных. Ну, что, вот сейчас эта власть, если она жадная настолько, да, она могла бы хотя бы амнистию устроить. Их были заключенные, мы просто людям, особенно, что касается, вот сейчас по наркотикам насажали молодежь, надо, не надо. Менты сами это все крышуют и сами же замазывают людей, понимаете? Сейчас власть, сейчас власть должна что сделать, если она настолько жадная, да, обобрала народ, она сейчас хотя бы то, что ей не стоит денег, должна сделать, отпустить большее количество заключенных, вот и политических отпустить. Она должна пойти навстречу народу хоть чем-то, хоть чем-то. И такой вопрос, как вы думаете, у нас сегодня коронавирус политический или медицинский? Мне кажется, и то, и другое. Медицинский это как биологическая война, а политический, потому что эта власть воспользуется коронавирусом, и как она нас отвлекала с Украиной, это будет похлеще. Будет нас потихонечку грабить, завозить токсичные отходы сюда, и при этом народ держать в страхе, что вот вы все умрете, радуетесь, что вы живы, и что-то там получается. И напоследок совет нашему населению, если можно кратко, не унывать, но не унывать. Не поддаваться панике ни в коем случае, и все равно думать о будущем, и объединяться другого народа у нас нет. Вот понимаете, вот какой он есть, надо и активистам объединяться, потому что мы годами ходим-ходим, но не находим других идеальных под себя активистов. Значит, надо по-русски уметь и прощать, и просить прощения, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok